Здарова, ребят, с вами Локи и у нас внеплановый воскресный подкаст, потому что давно их не было, давно мы с вами не говорили вот так вот с глазу на глаз. Сегодня у нас на фоне Overwatch, который был на бесплатных выходных и на момент записи подкаста он еще бесплатный, так что можете успеть поиграть, кто не знает. И сегодня, наверное, пробежимся по тому, что есть на канале, поговорим о каких-то животрепещущих темах и начнем, наверное, с прохождений, которые сейчас идут. Это в первую очередь FIFA. FIFA много на канале. FIFA у нас карьеры, карьера за Zenit, стартовала карьера за Atletico Madrid, карьера за футболиста, также Ultimate Team, открытия иногда пакцов, какие попадаются. Что хочу сказать по поводу карьеры. Карьера за футболиста как-то, ребят, не очень зашла. Я пытался сделать какую-то интересную историю, но почему-то многие это вообще как-то не оценили по сравнению с прошлым годом, где я играл за самого себя и мы играли в Zenit, но потом нас отдали в аренду в Grasshopper. Здесь же как-то тематику вот именно Сантьяго Муниса не зацепило некоторых. Поэтому я пока не знаю. Вот вы пишите в комментариях, стоит ли продолжать или, может быть, начать новую карьеру за футболиста. Также, как это было в 16-й FIFA, кто-то просил вратаря, не знаю, можно попробовать. Также, также у нас UFC и WWE. Эти игры выходят один-два раза в неделю по возможности, в зависимости от того, как давно выходила прошлая серия. Канал у меня не посвящен какой-то одной тематике, поэтому я не могу уделять внимание, например, там UFC пилить каждый день, как многие просят. Это, во-первых, не будет так же смотрибельно, как сейчас, и многим надоест. И, во-вторых, как-то я не привык снимать, если это, конечно, не FIFA, не привык снимать какие-то игры постоянно. Я привык именно делать разнообразие. Конечно, да, не всегда это здорово, многие ждут новые серии, но я стараюсь угодить всем, ребят, поэтому не стоит обижаться, когда какая-то серия не выходит. Она обязательно выйдет, если, например, не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра. Я слежу-слежу за сериями и стараюсь не оттягивать их. Некоторые прохождения, да, были брошены, потому как просто не пользовались какой-то популярностью на канале, многие забивали на просмотр, а, как вы сами понимаете, когда видео, например, вот, если взять ту же FIFA, многие говорят, вот, снимай побольше, мол, что там всего какие-то 10 минут. Ну, это 10 минут в нарезке, а если взять видео полностью, то это минут 50 записи, это нарезка видео еще где-то минут 20, это рендинг видео часа полтора. И в итоге, ребят, в итоге получается, что на серию уходит примерно, наверное, часа 3-4. И записывать, например, серии, как вот была первая серия Бэтмена, которую я удалил просто с психу, потому что просмотров было очень мало. И такие серии, вот, на них тратить время не очень хочется, поскольку это не приносит той же отдачи от зрителей, которые приносят, например, та же FIFA или UFC или что-то еще. Поэтому я сейчас стараюсь снимать те видео, которые пользуются большим спросом на канале. Добавилось у нас вот My Summer Car и Jalopy. Неплохо люди смотрят, многим нравятся интересные игры, мне тоже нравится именно изучать их. В My Summer Car мы собираем машину в Jalopy, мы уже ее собрали и путешествуем по миру, и смотрим, что там будет. Это обязательно будет продолжаться. Также хотел спросить по поводу Stalker Misery. У нас была серия, но, честно, как-то неоднозначно. Вроде просмотров было нормально, а вот по отзывам, по лайкам, как-то, ну, так себе. Поэтому пишите, пишите в комментариях, стоит ли продолжать Stalker, интересно ли это вам. По поводу Days. Days с Ромчиком пока не будет. Если будет Days, то, скорее всего, это будет путь отшельника, наверное, одиночный, потому что мы с Ромчиком не можем скооперироваться. У него есть свои заботы по учебе, у меня есть свои дела. Поэтому, если будет Days, то пока, наверное, он одиночный, чтобы я мог в любое удобное для себя время записать. Тоже пишите, пишите, соскучились ли вы по Days и стоит ли его продолжать. Многие меня постоянно просят поснимать Days, но иногда просто устаешь уже от всего этого, когда ты, например, записал какую-то серию, потом у тебя не появилось времени для продолжения, ты зашел там через 4 дня, а сервака уже, например, нету, или там рестарт был, или еще что-то. И, в общем, это действительно просто подбешивает. Поэтому не всегда есть желание садиться, записывать, и просто опускаются руки в такие моменты, и ты начинаешь записывать что-то другое. По поводу еще какие-то видео на канале, возможно, друзья, в ближайшее время появится World of Warcraft Legion. Потому как я, если кто помнит, из старичков канала я играл в Warcraft, и стримы были по Warcraft, и много серий было. Играли мы с Тончиком, и здесь, скорее всего, мы будем также продолжать играть именно с ним. Будут либо стримы, либо, возможно, цикл прохождения. Может быть, даже, знаете, будет раз в неделю выходить какая-то такая полуторачасовая серия для любителей Warcraft'а и игр Blizzard'а. Собственно, спросит меня, ого, Тончик, мы, ребят, как бы не ссорились. Многие почему-то на Ютубе думают, что если ты, например, с кем-то прекращаешь что-то записывать, то человек, значит, перестал общаться. И, мол, если я, например, начал что-то снимать с Ромчиком, то, типа, с Тончиком я перестал общаться. Нет, я общаюсь и с Ромой, и с Тоней, и поэтому, как бы, если в какой-то период времени я с кем-то не записываю, это не значит, что я не общаюсь с человеком. Мы просто в какой-то момент разошлись в, так скажем, направленностях канала. Тончик пошел больше в Counter-Strike, который у меня нет на канале, хотя он был, и мы с ним продолжаем играть иногда по вечерам в Counter-Strike, в тот же Overwatch, в Dotку, бывает, играем в Dead by Daylight. Поэтому, ребят, просто, если мы что-то не записываем, не значит, что мы не общаемся. Вот. Итог, наверное, таков. И, собственно, вот, скорее всего, и будет Warcraft именно с Тончиком. Но это еще не точно. Посмотрим. Посмотрим, как отреагируют вообще зрители на это. Потому что сейчас такая ситуация на Ютубе, что обычные прохождения, они уже, знаете, отходят на второй план. Уже большинство это перестает быть интересным, либо это смотрится только на каналах, которые уже хорошо развиты, которых смотрят давно, и смотрят в основном именно те зрители, которые вот уже давно подписаны. То есть видео чаще всего выходят для своих зрителей. Многие, заходя ко мне на канал, выделяются, вот, у тебя там почти 100 тысяч, и просмотров как-то маловато. Ну, ребят, для канала, который не пиарится где-то там на крупных каналах за большие деньги, это абсолютно нормально. Есть куча каналов по 40-50 тысяч, где просмотры 200, например, или 300. Это тоже не здорово, но лично я считаю, что мои там 2-3 тысячи просмотров, даже тысяча, для меня это хорошо. Я знаю тогда, что есть люди, которые меня смотрят, которым нравится. Я никогда не гнался за какими-то топами, там, не знаю, миллионными просмотров. Посмотрим, у кого это есть, я их поздравляю от чистого сердца. Они молодцы, они сами, значит, этого добились, либо у них были средства, чтобы добиться этого. Я же добиваюсь всего сам в начале с Тончиком первый год, да, он помогал. Мы вместе пытались развиться, что-то придумать. Тогда было гораздо проще. Сейчас, даже заплатив кучу денег, не факт, что ты получишь хороший выхлоп для своего канала. Поэтому я снимаю в основном то, что сейчас пользуется популярностью среди именно моей аудитории. Я не пытаюсь что-то снять и, там, порвать задницу, как некоторые, там, снимая по 15 роликов в день, когда выходит какая-то игра, чтобы зацепить новую аудиторию. Я не стримлю в 3 часа ночи, когда игра только выходит, как это делают некоторые. Я, мне дорого свое здоровье, и я, не знаю, наверное, не наркоман просто в этом плане. И я просто адекватно подхожу к этому, потому что YouTube это не мой, не моя работа, чтобы сидеть тут сутками и залипать. Вот. Ребят, я думаю, на этом все. Если у вас есть вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Я буду вам отвечать. Приближается у нас 100 тысяч. И многие меня спрашивали, что же будет на 100 тысяч. Я, честно сказать, не знаю. Сейчас как-то морально я, как выжатый лимон, и что-то придумывать даже в прохождениях не всегда получается. Поэтому за это я прошу вас прощения, потому что я знаю, что кто-то ждет новые какие-то серии, и не всегда они выходят сразу. Но я стараюсь, ребят, я стараюсь. В общем, как-то так. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok